Евгений Водолазкин, который автор двух нашумевших романов, «Лавр», который переведен уже на 23 языка, и «Авиатор», который вышел совсем недавно, но уже тоже активно переводится на разные языки. Спасибо. Я не знаю, упоминал ли Владимир Викторович, что я давал интервью сегодня. Но я действительно давал интервью и сказал, что буду говорить о самых загадочных явлениях, прежде всего, об отношениях автора и переводчика. Я просто вот некоторые свои наблюдения решил изложить в шести, что ли, пунктах. Вот я набросал. Вот. Первое, что я хотел бы заявить. Переводчик должен любить автора. И выражаясь красиво... Я бы так сказал, что на теле романа переводчик должен знать и любить каждую родинку. Потому что порой переводчик, знаете, черствеет душа переводчика иногда, и он вырабатывает какой-то собственный стиль, сквозь который автору с его стилем уже не пробиться. И стиль переводчика действительно иногда бывает лучше стиля автора. Но мы же не за это его ценим. Вот. Пусть передает то, что есть. Вы знаете, это не шутка. Я два дня назад, перед поездкой сюда, встретился с одним иностранным литературоведом. И он мне сказал, вот у нас вышло подряд переводы двух русских писателей. Это один текст. Один переводчик и один текст. Двух писателей. Я говорю, а что за писатели? Он говорит, Шишкин и Сенчин. Но я хочу сказать, что мне повезло. У меня были и есть замечательные переводчики. Вот. А есть переводчица Лиза Хейден, которая меня убедила, что роман Лавр переводил. Это, кажется, был первый перевод. До этого я, как и все, считали, что это, так сказать, то, что относится к Lost in Translation. Конечно, но перевод Лиза был настолько хорош, что критики, английские критики, англоязычные критики стали писать, что перевод создан так, как будто все написано по-английски. Вот. Даже я где-то загрустил, но потом подумал, что это хорошо. Потому что, вы знаете, когда я писал свои первые статьи литературы овеческие, у меня был один очень строгий редактор, он говорит, да, да, мысль хорошая там, все, но написано, как перевод с немецкого. Вот. Ну, а вот здесь не перевод с русского, а просто вот такой хороший английский текст. Дальше. Второе. Первое, я сказал, что переводчик должен любить автора. Но второе, автор должен любить переводчика. И понимать, что вот в этом труде, во многом неблагодарном, переводчик главнокомандующий. Переводчик знает, как, что делать. И советовать переводчику, как лучше переводить, в общем, это, знаете, вот как было сказано, что я вырос на Украине, там есть такая поговорка, не требу рассказывать, как детей рубить. Вот. Не надо рассказывать, как делать детей. Вот переводчик это все знает сам. И есть вещи, которые не звучат или передаются совершенно иначе. Это понятно. Вот. Ведь пословицы мы не переводим буквально, мы переводим их пословицами. Так что авторы всегда начинают нервничать. Им кажется, что, как пел Галич, слово их миллион, каждое слово их миллион, и каждый жест миллион. Вот нельзя так относиться. Перевод, это, как известно, не просто перевод с одного языка на другой, а перевод, вот так взяв за руку, из одной культуры в другую. Третье. Переводчик должен понимать, что автору непросто. Мы живем в мире отождествлений. Лермонтов у нас русский Байрон. Киплинг это, то есть, простите, Гумилев это русский Киплинг. Это очень длинное, так сказать, в любом поколении есть свой русский кто-то. Я даже знаю одного литератора, которого называют русским Эко. И произошла курьезная история. Я был недавно в Эдинбурге на фестивале, а там объединяют писателей по парам, по сходству. Меня объединили с писателем Нилом Маккейм. Я говорю, я скажу честно, что я его не читал. И я говорю, а что общего у нас с Нилом? Они говорят, а это английский Эко. И я почувствовал, что мы просто как дети лейтенанта Шмидта. Значит, русский Эко, английский Эко, корейский Эко, наверное, есть. Вот. И это очень интересный феномен. Причем самое удивительное, что я встречался с итальянским Эко. Вот. Я был на... Был замечательный фестиваль книжный в Пор-де-Ноне, это под Венецией. И я там оказался на одном фестивале, на одной площадке фактически с Эко. И моя итальянская издательница сказала, что вот надо бы подарить ему книгу, и написала даже мне по-итальянски Эко, Умберто Эко, от русского Умберто Эко, со смайлом. Вот. Я говорю, может быть написать итальянскому Умберто Эко от русского Умберто Эко? Ну, то есть какая-то демократия должна быть, я считаю. И когда я ему вручил эту книгу, тут же кто-то сказал, вот это русский Умберто Эко. Он говорит, мои соболезнования. Вот это было, к сожалению, уже за несколько месяцев до его смерти, которая, я думаю, не связана с открытием русского Эко. Вот. Но надо понимать, что иностранный читатель всегда отождествляет переводного автора с кем-то своим. И вот переводчику нужно работать так, чтобы это отождествление, ну, как-то разрушить. Потому что, в общем-то, знаете, вот когда Лермонтов в переводе выглядит как Байрон в обратном переводе, это очень печально. А Лермонтов предупреждал переводчиков стихотворением, нет, я не Байрон, я другой. Вот. И об этом нужно всегда помнить. Потому что мы живем в мире отождествления. отождествлений. Теперь, вот еще что. Понимаете, вот эти стереотипы удается разрушить немногим. Потому что многие либо с кем-то отождествляются, либо слишком далеки и неинтересны. Но вот есть удивительные случаи попадания. Вот смотрите, вы знаете, что в нашей иерархии Пушкин это номер один, Лермонтов номер два, Гоголь важнейшее место занимает. Но они не занимают того места, которое свойственно им у нас в зарубежных литературах. Вот. По каким-то причинам они непереводимы. Может быть, отчасти иногда по причинам близости к каким-то как словечи Пушкина и Лермонтова к романтизму английского, там еще что-то. Но вот удивительное попадание. Собственно говоря, на основании этого попадания я ввожу, так сказать, для себя вывел такую формулу, которую я назвал формулой Достоевского. Достоевский, который безумно популярен на Западе. добавим, так сказать, великую тройку Достоевский, Толстой и Чехов. Понимаете, феномен Достоевского в том, что он, его роман достаточно европейский по форме, чтобы быть понятным и достаточно экзотичен, чтобы не быть скучным. И вот эта золотая середина, она свойственна очень немногим автором, но вот в этой сфере велика очень роль переводчика. И переводчик может что-то подправить, вот как говорил Максим Анисимович, может немножко одомашнить в каком-то, там же масса инструментов. Переводчик полубог, от него очень многое зависит. Вот. Вы знаете, в общем относительно недавно вышла рецензия на Лавра замечательной американской писательнице Джанет Фич. Вот. Но дело тут не в Лавре, а рецензия посвящена анализу интереса к русской литературе в англоязычных странах. И она говорит, что вот по моим наблюдениям, когда русские авторы пытаются следовать нам, в общем, это выглядит иногда слегка чуть провинциально, не очень удачно и не очень интересно. Но когда русская литература вдруг одумывается и начинает идти по какому-то пути другому, в общем, отличающемуся от нас, хотя и не радикально, вот тут возникает интерес. И я повторяю, что это тандем, это тандем автора и переводчика. Так, четвертое. Вот еще на что нужно обратить внимание. Текст перевода это текст вечно зеленый, потому что тексты на родном языке устаревают, к сожалению, устаревают все, абсолютно все, классики, не классики, но и классики в том числе. Так вот, в переводе они не устаревают. И, знаете, у меня была одна знакомая редактор в таком маленьком издательстве, у них не было денег делать новые переводы, они брали старые переводы, там, Дюма, Майнрида, еще кого-то, и их модернизировали. Я говорю, а что ты делаешь? Она говорит, ну убираю, Боже мой, вскричал он, там вот еще какие-то фразы. И она говорит, текст как новенький. Так вот, к сожалению, этого нельзя делать с русскими классиками, но это фактически делается в переводах, потому что переводится новым языком. И вот, когда я говорил о трудностях авторов и о том, что авторов нужно жалеть, я имею в виду вот еще что. Смотрите, здесь у нас дистанция по отношению к Толстому, Достоевскому и Чехову. Большая дистанция, нас никто не сравнивает, и мы сидим себе в каком-то своем углу. Но там мы существуем в переводах в одной плоскости. Это все новый язык. И мы, представляете, конкурируем с кем в нашей литературе? Это большая ответственность и в чем-то большая неприятность. Так, пятое. Переводчик должен, да, я скажу, может быть, известно, ведь переводчик должен знать язык, с которого он переводит. Но это не самое главное. Он должен знать свой язык. Вы знаете, это важнее, чем знать чужой язык. Это опять вот я в продолжение доклада Максима Анисимовича, потому что нет хуже вещи, чем когда переводчик плохо знает свой язык. Я приведу мой любимый пример. Слово шок в русском языке заимствовалось два раза. Первым, первая волна это из французского шоке. Шоке это быть потрясенным чем-то не очень приличным. Есть это позднее заимствование. Второе, английское шок. Это быть потрясенным вообще каким-то трагическим, допустим, обстоятельством. И вот смотрите, идет репортаж о какой-то катастрофе в Англии, куда приехала королева посетить это место. корреспондент говорит, королева была глубоко шокирована. То есть он пересказывал видимо какую-то английскую статью, где стояло видимо she was deeply shocked. Так вот это понимаете игра на полутонах, но тот, кто не чувствует полутона, тот не способен переводить правильно. И королева могла бы быть шокирована, если бы там так сказать у кого-то из ее окружения отлетела пуговица или еще какие-то неприятности, но не тогда, когда она увидела сотни человеческих тел. В этом случае она могла быть только глубоко потрясена. И таких примеров масса. На самом деле переводчики очень часто портят родной язык. Они переносят чужие конструкции. Иногда удачные, конструкции, которые занимают свое место в языковом ландшафте и украшают его, но чаще они выбивают существующее и в общем вносят большое смятение в умы. Вот. И последнее, шестое. здесь звучало слово «любовь» неоднократно. Вот. И это не случайно, потому что сотрудничество между автором и переводчиком это род брака. и в общем эта любовь, этот брак дает плод. Замечательный переводной текст. Я в присутствии жены не буду развивать эту метафору, но скажу, что вот взаимопонимание переводчика и автора это великая вещь. Спасибо.